В Мирном с 24 апреля по 26 июня проходит двухмесячник по санитарной очистке. В течение этого периода коллективы предприятий и учреждений выходят на закрепленные территории и наводят на них порядок. Организации не только убираются, но и облагораживают их. Ремонтируют скамейки, беседки, окрашивают ограждения, высаживают деревья и цветы. Наравне с администрацией города участие принимает и компания «Алроса». В этом году промышленный гигант объявил трехмесячник по уборке в подразделениях. О том, как он проходит, мы побеседовали с начальником управления социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса» Александром Валенуровичем Басыровым. Здравствуйте, Александр Валенурович. Расскажите, пожалуйста, о программе по санитарной очистке территорий, которая разработана компанией в этом году. Согласно постановлению городской администрации о санитарной очистке города, мы, в свою очередь, акционерная компания своим распоряжением объявили трехмесячник по санитарной очистке города. Все у нас предприятия, компании, в том числе и дочерние, задействованы не только по городу Мирному, но и по Айхалу, Удачному и городу Ленску. В течение, начиная с периода 20 апреля по 24 июля, мы будем помогать нашим городским властям выходить на субботники и приводить наши населенные пункты в надлежащее санитарное состояние. Если говорить уже о текущем периоде, который прошел, то с апреля месяца силами наших подразделений были убраны практически уже процентов на 40 все городские территории, которые закреплены постановлением городской администрации за нашими предприятиями. Приняло у нас участие 2300 человек, вывезли мы на городской полигон ТБО более 600 кубов мусора и у нас участвовало 160 единиц техники. Приступили мы сейчас к посадке деревьев, планируем, что за весь период трехмесячника мы высадим на территории города Мирного около 8 тысяч саженцев. Почему компании в этом году было решено провести трехмесячник вместо обычного двухмесячника? Первое, почему мы приняли это решение, потому что этот год у нас объявлен годом экологии в Российской Федерации. Во-вторых, мы приняли решение, что окажем содействие на введение порядка на территориях наших ОНТ, то есть это дачных кооперативов. У нас утвержден план совместной работы вместе с городской администрацией, где мы планируем приступить к уборке несанкционированных свалок и в течение июня месяца работать плотно по наведению порядка на территориях дачных кооперативов. Впервые Алроса для очистки города сформированы эко-патрули. Экологи компании объезжают все участки Алмазной столицы и фиксируют все несанкционированные свалки и крупногабаритный металлолом. Позже информацию об этих местах заносят в компьютер. Проблема в пределах самого города, ну есть они, существуют, то есть как бы их нельзя не видеть, потому что и дачные участки очень сильно захламлены. И люди постоянно жалуются, обращаются в адрес компании. И мы не можем не обратить на это внимание, потому что люди первым делом, конечно, идут к нам. Первые объезды показали. Возле фабрики номер 3 некоторые свалки в длину на сотни метров. Не лучшая ситуация и в районе дач. Люди бросают мусор буквально за забор. Вы как видели на сегодняшнем рейде эко-нашего патруля, что на самом деле экологическая восхановка на территории нашего города очень-то плачевная. Очень много несанкционированных свалок, даже не захламленности территории, а свалок. Посмотрим, сколько мы выявим, мы это все зафиксируем, решим. И, конечно же, будем в дальнейшем устранять и, конечно же, оповестим всех жильцов. Подобные места были выявлены во всех частях города. Проблема давняя и серьезная. Поэтому у Валроса принята программа по созданию экологического колл-центра. Позвонив туда, люди смогут сообщить о несанкционированных свалках. А компания, город и район смогут оперативно решать мусорные проблемы. Александр Валенурович, как распределены зоны между подразделениями компаний, которые подлежат уборке? Это у вас происходит по территориальному признаку или у вас есть какая-то схема? Исторически уже сложилось. Эта схема работает не один год. Согласно постановлению городской администрации, за каждым подразделением, не только нашими структурными подразделениями компаний, но и за каждыми предприятиями городскими, закреплен определенный земельный участок. И все предприятия ознакомлены, уже на протяжении многих лет выходят на свою территорию и приводят ее в порядок. И также производят озеленение на этой территории. Александр Валенурович, какие работы уже проведены и какие еще планируются? Мы сейчас только уделяли самое большое внимание, это уборки мусора на территории нашего города. А сейчас мы уже приступаем к озеленению и будем высаживать саженцы на территории города. И в том числе, где места есть по несанкционированным свалкам, планируем провести там отсыпку. И чтобы в дальнейшем избежать того, чтобы опять там образовалась несанкционированная свалка, мы приняли решение, что будем засаживать там деревьями. Будет ли дальше компаний проводиться трехмесячники? Ну, если она себя оправдает, эта работа у нас в текущем году, то в принципе мы готовы рассмотреть и на будущие периоды. А какие-то изменения по программе, по благоустройству, очистке территории? Ну, здесь мы совместно работаем с городом, утверждаем ежегодно планы по благоустройству города. В этом году силами городской и районной администрации будут проходить работы по благоустройству. Это и по строительству и ремонту тротуаров, ремонту городских дорог. В следующем году мы тоже предусмотрим свое финансирование и будем совместно с городской администрацией работать на благоустройство города. В компании «Алроса» считают, что только совместная работа с администрацией города поможет в благоустройстве алмазной столицы. Как будет происходить их взаимодействие и станет ли в мирном чище, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин